Позвольте предоставить слово премьер-министру Республики Армения Николу Вавайовичу Пашиненку. Спасибо большое, уважаемые коллеги, дамы и господа. Своё выступление хочу начать со слов благодарности Казахстану за организацию очередного цифрового форума. Форум стал традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой экономики. Очевидно, что развитие высоких технологий играет решающую роль в повышении конкурентоспособности, безопасности и уровня жизни населения государства. Страны, создающие и развивающие высокие технологии, занимают лидирующие позиции на международной арене. Цифровизация инноваций и новейшие технологии правительством Армении рассматриваются как важнейший инструмент для создания эффективной и представительской системы государственного управления, благоприятной бизнес-среды и обеспечения прогрессивного роста экономики. Сфера высоких и в частности цифровых технологий является самой быстро растущей отраслью нашей экономики. В 2020 году оборот IT-компаний в Армении составил более 400 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим годом он вырос примерно на 20%. В 2020 году число сотрудников в этой сфере выросло на 22%. На данный момент у нас в стране зарегистрировано более 1200 действующих IT-компаний. Для них предусмотрены существенные налоговые годы в соответствии с политикой, проводимой правительством Армении в данной области. Пандемия поставила перед обществом, бизнесом и государством чрезвычайно сложные задачи. Решать их приходилось в условиях карантина или полноценного локдауна. Необходимость работать в таких условиях привела как к внедрению новой управленческой культуры, так и к широкому использованию цифровых технологий и решений. Последние оказались максимально важны и востребованы в условиях ограниченных возможностей физического контакта практически по всей цепочке государственного управления и социально-экономической активности. В Армении мы использовали цифровые технологии, инструменты электронного документа оборота и электронного правительства. Хочу отметить, что благодаря применению соответствующих технологий, нуждающиеся в поддержке социальной группы были определены с высокой степенью точности. От транзакций по мерам поддержки осуществлены максимально короткие сроки. Мы предусматриваем внедрение и развитие политики государственных данных, электронных услуг, системе электронного управления, координацию цифровых процессов, создание общих стандартов и цифровой среды. Правительством поощряется использование обществом электронных инструментов, способствующих применению цифровых технологий в частном секторе экономики. Нынешний процесс цифровизации в Армении осуществляется с учетом наличия общей цифровой повестки ЕС. Создается платформа для взаимодействия между базами данных, что оптимизирует процессы обмена данными между системами и цифровизацию большого количества государственных услуг. Я с большим удовлетворением хочу отметить, что страны Союза смогли использовать цифровые технологии для преодоления части проблем, возникших из-за пандемии. Речь идет о цифровой платформе «Путешествие без COVID-19», которая с 1 февраля фактически восстановила свободное передвижение граждан между Арменией, Россией и Беларусью. Армения с самого начала поддержала проект Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития и мы благодарны нашим коллегам из Фонда и из правительств России и Беларуси за совместную активную работу в рамках данного проекта. Нам необходимо активно двигаться в направлении реализации других совместных цифровых проектов, используя для этого возможности наднациональных институтов и институтов развития. Кроме реализации совместных проектов, мы должны работать и в направлении масштабирования уже имеющихся удачных решений, а их немало в каждой из наших стран. Нашей целью должна стать полноценная и всеоплатывающая цифровая цифровизация услуг, предоставляемых гражданам со стороны государства. Для этого нужно использовать весь спектр электронных услуг, мобильные телефоны, сетевые сервисы, облачные технологии и так далее. Надо стремиться к тому, чтобы на цифровом уровне исчезли границы между государствами и АЭС, сократились до минимума имеющихся ограничений. Возможности, которые предоставляет цифровизация, можно, и мы уже это видим, использовать для повышения эффективности свободы передвижения рабочей силы. Соответствующее мобильное приложение может собрать в единое окно всю информацию о рабочих местах на всей территории АЭС, дать возможность заполнить и предоставить все необходимые документы для получения выбранной работы. Уверен, что наша совместная работа и обмен опытом позволят нам уверенно продвигаться вперед во всех отраслях цифровых технологий, добиться успеха и желаемых результатов. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.